Вы знаете, когда с одной стороны есть правовой беспредел, а с другой стороны правовой нигилизм, у нас все так и будет идти. В Пугачеве то, что произошло, здесь не важно было, чеченский это был мальчик, да, и пугачевский ли был пострадавший мальчик. Главное было другое, что с одной стороны власти абсолютно бездействовали, и за это, как я понимаю, должны понести абсолютнейшее наказание, да, когда все было пущено на самотек. У нас так уже привыкли, получив власть, люди абсолютно расслабляются. Между заявлениями перед властью, что я готов сделать для города, для поселка, для страны, все совершенно потом меняется. Как только приходят уже непосредственно к власти, они забывают, для чего их вообще избирали. И самое главное, что они забывают, что они именно слуги того народа, слуги, не господа, а слуги. Вот это самая главная была ошибка. Ошибка будет повторяться не только в Пугачеве, а везде. Когда власти нет, когда бездействует самосуд, когда в поле правового нигилизма входят абсолютно все, и одна сторона, и вторая сторона. Это все приводит именно к тому, что оно привело к крови, к жертвам и дальше к эскалации взаимоотношений уже на почве национальных беспорядков, которые сегодня многим просто на руку. Вот все, что сегодня происходит в Пугачеве, многим, особенно людям экстремистского толка, просто на руку. Знаете, такой хороший пирог для дня рождения. Вот надо от этого постараться отходить и все-таки рассматривать произошедшее не как национальная какая-то подоплека, искать не национальную подоплеку, а искать в ней непосредственно законы, которые были попраны. Это законы Российской Федерации. Вот если будет все вот так, то будет именно так. С одной стороны, когда люди видят, что власть не справляется, они выходят и останавливают движение. Но с другой стороны, когда люди будут знать, что остановив движение, они нанесли огромный вред государству, и за это придется кому-то нести тоже наказание, вот тогда миллион раз еще и подумают. Но когда людей ставят вот в такую позицию, что либо как байкеры приехать 300 человек перевернуть машину и доказать свою правоту, тогда, конечно, власти сами подтолкнули народ на то, чтобы они вышли, а потом назвали это в СМИ толпой. Ну вот и всего лишь только.